Смотри внимательно, выигрыш обязательно. В студии Даниил Бабич, это рынки. Добрый вечер. Итак, начнем с самого интересного. Что происходит на глобальных рынках сейчас? Bloomberg сообщает, что терапия болезни Альцгеймера от компании LA Lilly, это долгосрочный лидер, ну и акции, долгосрочный лидер рынка, успешно прошла исследование. И мы видим, что динамика LA Lilly сейчас, когда средняя температура по больнице, то бишь по рынку около нуля, растут на хороших объемах. Но если мы посмотрим за последний год, то LA Lilly безусловно лидер, исторические максимумы обновляют акции, ну и за 5 лет на графике, если вы посмотрите, то увидите, что вполне устойчивый рост. А вот у компании Estee Lauder дела пошли хуже. Прибыль упал на 63% год к году. Отчетность за первый квартал этого года вышла. Выручка упала на 17% и котировки сразу же пошли вниз. Рынок сейчас непростой и такого не прощает. С другой стороны, он награждает те компании, которые показывают выдающиеся результаты. Лидер прошлого года это сектор уже полупроводниковый, супер-майкрокомпьютер, поставщик для NVIDIA и Tesla, кстати. Их прибыль выросла больше чем на 300%, выручка выросла больше чем на 50% в первом квартале год к году. Сразу же котировки рванули наверх. Вот возможно у нас рождается новая звезда или уже родилась. А у старой звезды дела пошли хуже. Прибыль AMD упала на 97% в первом квартале и акции, конечно же, пошли вниз. Но руководство AMD сообщает, что в 2023 году дела говорятся, все будет хорошо. А вот руководство предыдущей компании, у которых дела идут исключительно, наоборот, перед отчетом за несколько дней предупредило, что дела могут ухудшиться. Но, как говорится, money talks, bullshit walks. И обращают внимание именно на реальные цифры, а не на мнения. Прибыль сети быстрого питания, куриные крылышки, wingstop выросла на 150%, выручка выросла на 50%, котировки пошли вверх. У Starbucks прибыль и выручка стагнируют, котировки Starbucks идут вниз. Все понятно. Есть еще и такое болото. Это компания Ford. Выручка выросла на 17%, продажи авто выросли на 4% в первом квартале. Ford даже вышел в прибыль. Но этого мало, чтобы котировки компании сильно подросли. Правда, он лучше рынка сегодня торгуется. Вообще, по статистике, сейчас уже отчиталось более половины компаний из S&P 500. 180% компаний считают лучше ожиданий за первый квартал. Правда, ожидания были занижены. Ну, и есть негативные тенденции, безусловно. Это новый обвал акций региональных банков США, который проходил вчера, например, вообще без некого новостного повода. Безусловно, эти вопросы встанут на сегодняшней пресс-конференции перед главой Федрезерва Джеромом Пауэллом. Это главная тема, пожалуй, на сегодня. Об этом мы поговорим. Рынки затаились в ожидании. Что же такого он скажет? Ну, никто не ожидает Федрезерва подвоха на нынешнем заседании. Они, скорее всего, ставку поднимут на четверть процентов. Вот что будет дальше, неясно. Потому что экономика уже начинает потихонечку буксовать. И в Конгрессе США сложилось мнение, что пора бы уже Пауэлла, гражданина этого, остановить. Но сегодня вечером будет пресс-конференция, а наши пранкеры Лексус и Вован уже взяли интервью у Джерома Пауэлла. О чем, интересно, они говорят. Я этого интервью не видел. Может быть, об этом знают в высшей школе экономики. И поинтересуемся у Юрия Ичкетидзе, который с нами на связи. Юрий, приветствую вас. Спасибо, что подключились к нам. Данил, здравствуйте. Не обращались ли пранкеры Лексус и Вован в высшей школе экономики за консультацию? Что спросить у главы Федрезерва Джерома Пауэлла? Ну, к нам не обращались. Может быть, учат в GPC спросили. Какие интересные вопросы надо задать. Если бы они к вам обратились, что бы вы им посоветовали? Посоветовали бы мы спросить, какой долгосрочный консенсус по процентной ставке они видят в Соединенных Штатах. По реальной процентной ставке. Потому что про инфляцию они нам долго рассказывают про 2%. А вот что они думают про реальную процентную ставку, это, наверное, более интересный вопрос. Но они нам, наверное, только формальные вещи какие-нибудь ответили. Что вы ждете от сегодняшней пресс-конференции Джерома Пауэлла? Будете ли вы ее смотреть, внимательно смотреть, либо пропустите? А что интересного может быть в коммунике, что может повлиять на умы участников рынка и агентов экономических? Ну, я ее смотреть не буду, наверное, ограничусь пресс-релизом. А что касается интересного, то, наверное, конечно, мнение ФРС о дальнейших перспективах и их представление о силе нынешней экономики, наверное, это ключевое. Какие-то намеки на дальнейшую стратегию должны быть. Это, прежде всего, связано с тем, как ФРС видит возможность сползания экономики в рецессию. То есть, на данный момент, наверное, есть некоторые ожидания, связанные с возможной рецессией ближе к концу года. Ну и ключевая вещь – это стратегии ФРС, насколько они пойдут дальше в повышении процентных ставок, насколько они уверены, что они хотят видеть небольшую контролируемую рецессию. В прошлом году вроде бы у них рецессия то ли была, то ли не была. Но в этом году все может быть серьезно. Но в прошлом году она была по некоторым формальным признакам, но официально не была объявлена. Но это вопрос такой – признают они рецессию или не признают. Потому что сейчас, после 2020-2021 года ковидных этих лет, настолько разброс высок в экономических показателях, что некоторые считают, что, в общем, к ним нужно относиться, к этим цифрам, с некоторой долей иронии. Но, в принципе, вот к чему нельзя относиться с иронией – это к рыночным котировкам. Сейчас Bloomberg сообщает, некоторые хедж-фонды наращивают шорты в американском долларе. Действительно, если Федрезерв сделает паузу и выдержит эту паузу достаточно долго, насколько эта стратегия интересна продавать американский доллар. Китайцы вроде как избавляются от казначейских бумаг США, правда, не агентские скупают. Но, тем не менее, мы, если посмотрим на динамику длинных облигаций США, то после падения пока никакого отката вверх роста нет. Золото достигло 2000 долларов за тройскую унцию. Стоит ли покупать, может быть, золото, какие-то альтернативы смотреть? Что ждет рынок гособлигаций США, на ваш взгляд? Ну, для долгосрочных инвесторов фикс-тынком золото обязательно должно присутствовать в портфеле, потому что это очевидный хедж. Хедж как раз от случая, что ситуация выйдет из-под контроля Федеральной резервной системы. Что касается падения курса доллара, возможного падения курса доллара, ну, знаете, это все-таки это некоторая сейчас спекуляция, это некоторая игра. То есть, конечно, волатильность валюты такова, что плюс-минус, значит, 0,2 цента, ну, то есть 1,1-1,3, 1,1-0,9, вот эта вот волатильность в течение двух лет, которая вполне возможна по доллар-евро. Но тут предсказывать сейчас, честно говоря, ничего не берусь. То есть, с точки зрения макроэкономики, вот еще раз мой вопрос к Джерому Пауэллу, это уровень долгосрочных реальных процентных ставок в США, какой они видят справедливым. Этот долгосрочный уровень, он для США сейчас более высок, чем для других стран. Поэтому, в принципе, вот так фундаментально долгосрочно, исключая краткосрочную волатильность, доллар остается стабильным. Ну, понятно, с долларом более-менее все стабильно, вот с банками не очень. Чем, на ваш взгляд, вызван крах акций региональных банков в США? И насколько вероятно, что мы еще какие-то банкротства увидим? Ну, знаете, это очень специфический вопрос. Честно говоря, я тут не владею такой экспертизой конкретно по банкам. В любом случае, это какая-то локальная история, кому они выдавали кредиты и в какую историю они там опять ввязались. Не думаю, что это получит какой-то спред распространения на всю банковскую систему и потрясет фондовый рынок в целом. Понятно, кто-то от этого выиграет, возможно. А если не будет, ну, будут какие-то дефолты в банках, или будут невозможно предсказать, то как повлияет ситуация с госдолгом США, который политики не торопятся пока поднимать. 76 раз его уже поднимали, 77 раз. Один раз, как говорится, могут и не поднять. Если действительно будет технический дефолт, какой-нибудь там экс-глава Минфина США видит вероятность такую 2-3 процента, можно говорить 1,76, можно, говорит, 50 процентов встретить, не встретить динозавра на Невском. Можно ли вообще такую вероятность посчитать? И тут вот многие интересуются, вырастет ли биткоин, как утверждают в стендер-чатах, на 70 процентов сразу же, если США объявят дефолт по госдолгу. Ох, какой интересный у вас вопрос. Ну, а насчет технического дефолта по госдолгу, то это как раз привлечение внимания всех инвесторов к этому событию. А что касается практики того, как Америка принимает решения, то они там друг с другом поторгуются, выторгивают необходимые себе привилегии, я имею в виду там политическая партия или другая политическая партия. И потом за пару часов до дедлайна они все согласуют, потому что они понимают, что общую репутацию потерять нельзя. Эту историю мы видели, как вы сказали, уже 76 раз. Поэтому, ну, не знаю, мне неинтересно сидеть на этом риске как инвестору и ставить на него эту управляемую ситуацию. Ну, а что касается биткоина, знаете, я, честно говоря, буду вообще консервативен. То есть этот рынок, этот сегмент, он никак фундаментально не предсказуем. Курс биткоина определяется только популярностью этого биткоина среди граждан, населения, фирм в будущем. То есть это, честно говоря, это академическое определение мыльного пузыря. Но, к счастью или к сожалению, это сейчас технологии таковы, и спрос на эти цифровые валюты таковы, что это может длиться очень долго. И до тех пор, пока авторики с государственной власти не признают цифровую валюту как официальную валюту, то ничего предсказывать фундаментально про криптовалюту просто невозможно. Ну, сейчас вообще что-то сложно фундаментально предсказывать в наше время. Согласитесь, все сложнее и сложнее. А сможет ли помочь искусственный интеллект с этим? И не убьет ли он работу аналитика-экономиста, на ваш взгляд? Вы не боитесь? Слушайте, ну, современные тренды, они очень интересны в этом плане. Искусственный интеллект берет на себя большие вычислительные емкости, которые ранее были не подвластны аналитикам. Вот, например, в области фундаментального анализа акции модели DCF сейчас происходят интересные вещи, и появляются продукты, которые предлагают цифровую аналитику, не просто замещая труд, но дополняя труд профессиональных аналитиков, позволяя им концентрироваться на большей работе с новостями, информацией и передовая рути на машине. В этом плане искусственный интеллект дополняет профессию человека и мотивирует человека творчески развиваться, снимает с него рутину и способствует творческому труду. В этом плане, если человек повышает компетенции, квалификации, слушайте, ну, искусственный интеллект не убьет человека. Правильно, главное — согласовать гармонию, грамотную политику. Юрий, спасибо вам за ваш оптимизм, ваше время и ваши комментарии. Юрий Чектица, Высшая школа экономики, был с нами на прямой связи. Ну, а сейчас мы переходим ко второй, не менее важной теме. Это ситуация с ценами на нефть. Она весьма противоречива. Скоро мы узнаем, конечно, какие цены будут в июне у Сауди Арамко, а, соответственно, у всех экспортеров залива. В мае цены выше, чем в апреле. Но вот что будет в июне, непонятно, потому что котировки, если мы посмотрим на биржевые котировки Brent или WTI, они в последнее время просели, и не только эти котировки просели, а, что более важно, наверное, котировки ETF, привязанных к нефти, такие как US Oil Fund просели, такие как ETF, привязанные к акциям нефтегазовых компаний, XLE, которые раньше держали, сейчас начинают снижаться. Но в ОПЕК пока смотрят вполне спокойно на ситуацию. Они уже добычу снизили, и пока планы свои, как сообщает нам Reuters, не меняют по заседанию в июне. В то же самое время, если мы посмотрим на котировки нефти физической, то никакого провала нет. Корзина ОПЕК в районе 80 долларов, сегодня даже подросли на доллар с половиной цены. Юрлс, судя по той же информации, все более-менее нормально. И Голфкост, HSFO тоже. Даже разные котировки в разных регионах, они чувствуют себя по-разному. Если вообще сейчас какой-нибудь бенчмарк, на который стоит посмотреть, кроме сообщений с Аудиорамкой ежемесячных. Кстати, МВФ, тот же самый, сейчас по сообщению Bloomberg рассчитал, что Саудовская Аравия не сможет в 2023 году сбалансировать бюджет при ценах на нефть ниже 80 долларов. Поэтому, собственно, они и снижают добычу, чтобы держать цены. Так что, вполне возможно, мы увидим еще повышение и на июнь. Хотя, не факт. Вот обо всем об этом мы поговорим с Марселем Салиховым, который любезно согласился дать нам комментарий. Марсель, спасибо, что вы с нами. Хотел бы вопрос вам такой задать. Что происходит сейчас на рынке нефти? Можете описать в целом ситуацию. Есть ли поводы для волнений каких-то? Если смотреть на краткосрочную ситуацию, то действительно мы видим, что цены на нефть снижаются. Несмотря на решение ОПЕК сокращать добычу. Это решение должно начаться с мая. Поэтому повлияет на баланс на мировом рынке только в последующие месяцы. Но, тем не менее, ситуация действительно необычная. Несмотря на решение сокращать добычу. Несмотря на то, что каких-то супер негативных новостей на рынке нет. И решение Федрезерва, которое вы обсуждали, тоже, скорее всего, будет ожидаемым. Тем не менее, цены на нефть падают. Каких-либо таких понятных новостей, которые бы объясняли это, на мой взгляд, нет. Возможно, как раз сами цены на нефть свидетельствуют о возможной слабости, которая происходит сейчас в мировой экономике. И спрос не такой большой, как можно было бы ожидать. Возможно, происходит снижение спроса. Это отражается в котировках. Вот что меня поразилось, даже не сегодня, а вчера. Это наши любимые стратеги Морган Стэнли, которым так не удалось продать Роснефти, свой нефтетрейдинговый бизнес. После того, как их заставили от него избавиться. Но когда-то это были крупнейшие нефтетрейдеры со своим танкерным флотом. Сейчас они, так сказать, уже на пенсии. Но, тем не менее, продолжают прогнозировать. Они прогнозировали на 2023 год цену на нефть стабильную 110 долларов за баррель. Потом стали прогнозы снижать. Они были самыми большими оптимистами. Сейчас еще снизили до 75 в среднем. Но мы понимаем это. Что могло заставить их снизить все это? И вот, на ваш взгляд, на какую аналитику стоит опираться? Стоит ли опираться на аналитику инвестбанков? Потому что она, как минимум, вызывает вопросы. Может быть, нефтетрейдеров, таких как Витол. Или, вот действительно, ОПЕК, Международное энергетическое агентство. На них, прежде всего, нужно смотреть, а не на этих финансистов. Я думаю, смотреть стоит на всех. И среди инвестбанков можно выбрать тоже, так сказать, на любой вкус и цвет. И, ну, помимо Морган Стэн или Goldman Sachs, тоже всегда такие, ну, в последний месяц имел достаточно большие прогнозы по ценам на нефть, которые, ну, по большому счету, пока не реализуются. То есть, если вы помните, месяц назад, когда было объявлено об этом решении, многие ожидали, что это, ну, начало такого некого тренда на повышение, чего, по факту, мы сейчас не видим. И, на мой взгляд, ну, пока вот текущие данные, они не дают каких-то внятных объяснений по поводу происходящего. То есть, здесь, скорее, для нас цена на нефть, она является индикатором, который указывает на какие-то, возможно, другие причины. Ну, потому что такая базовая статистика, в том числе и по спросу на нефть, она выходит с запаздыванием. Соответственно, она позволяет объяснять, что было раньше, но очень мало позволяет с точки зрения прогноза, да, с точки зрения понимания того, что уже нас ждет в будущем. Слушайте, вы, наверное, помните, как зовут эту тетеньку, которая является нефтяной царицей. Она родом из Канады, и зовут ее Дженнифер Гренхольм. Нефтяная царица, ну, если не мира, то Соединенных Штатов уж точно. Если бы к вам обратились и Лексус, и Вован с вопросом, о чем спросить нефтяную царицу Соединенных Штатов Америки, что бы вы им посоветовали? Ну, спросить цену на нефть на завтра, вот, и, возможно, сделать свою ставку через любимого брокера. Я думаю, что она не в курсе таких вещей, потому что она раньше-то не занималась нефтью и нефтепродуктами. И когда ей задавали на СНБС вопрос по поводу того, а вот чем обращаться к странам залива за дополнительными экспортными, расширениями экспорта, не проще бы со своими производителями поговорить, она лишь саркастически хмыкнула. Ну что же, ждем новых шедевров от Лексуса и Вована. Ребятам желаю удачи. Вам, Марсель, огромное спасибо за то, что включились там, за вашу экспертизу и ваши комментарии. Хорошего вечера. С нами был Марсель Салихов. Мы говорили о нефти. Ну что же, ждем мы коммунике от Федрезерва. Возможно, оно как-то повлияет на ситуацию на рынке. Я думаю, что сейчас все, как обычно, спокойно, все затаились и ждут. Что же там будет? 25 байсных пунктов, это ясно. Но главное, что там скажет Джером Паул, потому что обычно рынок на него либо нервно, либо очень оптимистично реагирует. Так что ждем роста волатильности. Ну а вы смотрите внимательно, выиграйте обязательно, особенно сегодня вечером. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова